Дачи в сосновых лесах под Москвой. Дом в шведском стиле, прекрасные старые сосны и яркие цветники перед обширной террасой. Хозяйка весь день в легком нарядном матине с кружевами, сияющей 30-летней купеческой красотой и спокойным довольством летней жизни. Муж уезжает в контору в Москву в девять утра, возвращается поздно. Вечер в конце июня. Со стола на террасе еще не убран самовар, хозяйка чистит на варенье ягоды. Друг мужа, приехавший на дачу в гости на несколько дней, курит и смотрит на ее обнаженные до локтей холеные руки. Знаток и собиратель древних русских икон, изящный и сухой сложением человек, с небольшими подстриженными усами и с живым взглядом, смотрит и говорит. Кума. Что кум? Знаете, какая история? У одного человека сердце ушло из рук, и он сказал ему прощай. Как это сердце ушло из рук? Это из садик ума. Был такой персидский поэт. Да знаю, что это значит сердце ушло из рук. А это значит, что человек влюбился. Ну вот, как я об вас. Похоже, что и вы сказали уму прощай. Да, кума сказал. Улыбается рассеянно, будто занятая только своим делом. С чем вас и поздравляю? Нет, я серьезно. Да на здоровье. Это не здоровье, кума, а очень тяжелая болезнь. Бедные, надо лечиться. И давно это с вами? Давно, кума. Знаете, с каких пор? Да с того дня, когда мы с вами ни с того ни с сего крестили у Савельевых. Не понимаю, какая нелегкая дернула их позвать крестить именно нас с вами. Помните, как вы держали ребенка на руках? Стояли со мной и купили, глядели на меня с какой-то смущенной полуулыбкой. Тут-то и началось между нами что-то тайное, какая-то греховная близость. А потом мы рядом сидели за завтраком, и я не понимал, то ли это от гиацинтов на столе так чудесно, молодо и свежо пахнет, или от вас. С тех пор я и заболел, и вылечить меня можете только вы. Посмотрела из-под лобья. Да, я этот день очень хорошо помню. Но а что до лечения, то жаль, что Дмитрий Николаевич нынче ночует в Москве. Он бы вам тотчас посоветовал настоящего доктора. А почему это он ночует в Москве? Ну, сказал утром, уходя на станцию, что нынче у них заседание пайщиков перед разъездом. Но он мог бы с 12-часовым вернуться. Нет, подождите, а как же прощальное пьянство после заседания в Мавритании? А знаете, не закатиться ли и мне в Мавританию с 10-часовым? Вдребезги напиться там, она посмотрела длительно. Закатиться? И меня оставить одну в пустом доме? Так-то вы помните гиацинты. И тихо, будто задумавшись, положила ладонь на его лежащую на столе руку. Во втором часу ночи в одном шлафроке он прокрался из ее спальни по темному тихому дому под четкий стук часов столовой в свою комнату. Блаженно повалился навзнич на постель, нашарил на ночном столике спички и портсигар, жадно закурил и закрыл глаза, вспоминая подробности своего неожиданного счастья. Утром, выйдя к завтраку, почтительно поцеловал ее руку и скромно сел за стол, развернул салфетку. Не взыщите, сказала она, стараясь быть как можно проще. Ну, только холодная курица и простокваша. Саша, принесите красного вина, вы опять забыли. Потом, не поднимая глаз, пожалуйста, уезжайте нынче же. Скажите Дмитрию Николаевичу, что вам тоже страшно захотелось в Кисловодск. Я приеду туда недели через две, а его отправлю в Крым к родителям. Там у них чудесная дача в Мисхоре. Спасибо, Саша. Вы простокваши не любите? Хотите сыру? Саша, принесите, пожалуйста, сыр. Он взял через стол и сжал ее руку, тихо говоря. Правда, приедете? Она ответила ровным голосом, глядя на него с легкой усмешкой. А как ты думаешь, обманул? Как же мне благодарить тебя? И тотчас подумал. А там я ее в этих лакированных сапожках, в амазонке и в котелке, вероятно, тотчас же люто возненавижу.